И сегодня я расскажу о своем опыте в гонке мини-трансальт, которая закончилась недавно. Для меня она закончилась непросто. Но пока без спойлеров. Все увидите. Прежде всего, я бы хотела поблагодарить свою команду и организаторов этого мероприятия. Большое спасибо уютному помещению, которое нас в очередной раз приютило. Ильдар, спасибо большое. Мы очень рады, спасибо вам. Юлия Тышкевич, моя правая рука все время со мной. Все социальные сети, все благодаря ей. Василий Алексеев вместе со мной ходил в гонки дабл и очень много помогал по технике, по всяким юридическим вопросам. Огромное спасибо Васе за его опыт и вклад. Микаэль Рюкинг из Швеции сегодня не с нами, но его вклад, конечно же, невозможно переоценить. Человек, который помог сделать мои первые шаги в одиночном яхтинге. И один из первых, кто в меня поверил. Михаил Моторуев, наш петербургский океанский гонщик, тоже с огромным опытом. Миша очень помогал, скажем так, технически помогал, всегда был на связи. И очень много ситуаций с ремонтом по телефону. Мне удалось, общаясь с ним по телефону, ремонтировать и разбираться со своими вопросами, находясь там во Франции. Спасибо, Миша. Андрей Петров сильно помогал, скажем так, с пиаром и с работой со средствами массовой информации, потому что донести свой опыт, это тоже нужно постараться. Спасибо, Андрею. И, конечно же, наши дорогие партнеры и спонсоры, которых за эти два года стало очень много. Генеральные спонсоры проекта компания «Грифон» и компания «Норд Консалтинг», сертификационные услуги. Это компании, в которых я работаю, и благодаря им это вообще стало возможно мое участие, скажем так, без отрыва от работы, два года гоняться в океане и об этом рассказывать. Компании «Форда Вентригата», которые очень сильно помогли с оборудованием, одеждой и всегда были на подхвате, то есть, когда что-то случалось, можно было всегда к ним обратиться за помощью и получить что-то полезное для своей яхты. Спасибо. Компания «Ульман Сейлс» началась все в Санкт-Петербурге с Юрием Костеревым и перенеслось в Южную Африку, в головной офис компании. И это сотрудничество мне бы хотелось отметить особо, потому что это был как раз тот самый союз, то самое спонсорство, когда я получала «Форуса», и мы вместе с ребятами ввели блог на английском языке, где можно было поделиться опытом использования этих «Форусов» сложными ситуациями, то есть это был постоянный диалог, и это было очень приятно. Спасибо, Ульман. Компания «Альфа Страхование» – огромное спасибо этой надежной компании, без которой мой опыт был бы трагическим. Но благодаря «Альфа Страхование» все закончилось хорошо. «ПАФ Яхтинг Фундейшн» в этой компании вы еще услышите в будущем, присоединились к нам на последнем этапе, но на очень важном. Пока не буду забегать вперед и много рассказывать, это будет сюрприз в будущем, рассказ о компании «ПАФ Фундейшн». Спасибо. Датская компания «Апимарин» тоже присоединилась к проекту, и много слов поддержки я услышала от генерального директора. Огромное спасибо. Датская компания «Нафтим» с профессиональным мазским оборудованием тоже помогла и финансово, и оборудованием безопасности, это и пирбы, и спутниковые индивидуальные буи. Спасибо. «Виста Раша» – огромное спасибо. Очень приятно, что у нас в России есть объединение, которое помогает женщинам-профессионалам в море. Компания «Ремера» – отечественный производитель веревок. У компании «Миссия» делать веревки хорошего качества, с дайнемой, за небольшую цену, чтобы все желающие могли вооружить свои яхты, и чтобы парусные школы также могли вооружать шверботы, и дети ходили бы в море. Спасибо. Компания «Мобильный век» и бренд «Аквапак» – это водонепроницаемые сумки, чехлы. Суперлегкие, чем очень облегчают жизнь гонщика. Позволяет сохранить все вещи сухими, без лишнего веса. Спасибо. Ну и, конечно, московская часовая мануфактура 6МХ помогает всем, чем может. АПЛОДИСМЕНТЫ Французская компания «Лифисио эндко» – еда для спорта и приключений, сублимированная еда и стерилизованная еда. Все, что нужно спортсмену, чтобы быстро подпитать свои силы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш информационный партнер – яхтиный журнал «Яхтраша». Спасибо, что рассказывали о нас на страницах журнала и онлайн. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо журналу «Тарпон», замечательный журнал с историческим уклоном, с которым мы тоже очень успешно сотрудничали информационно. Спасибо. Про гонку мини-трансад, наверное, уже слышали все, кто сейчас находится в зале. На всякий случай я повторю, что это океанская гонка в одиночку на яхт 6,5 метров, которая проходит раз в два года во Франции, стартует на западном побережье и в два этапа достигает Карибских островов. Первый этап в этом году был из города Ля-Рошель на Канарские острова, в Лас-Пальмас, 1300 миль и второй этап, 2700 миль из Лас-Пальмаса, Полимарин, Мартиника, Карибы через океан в одиночку. Особенность гонки в том, что яхты очень маленькие, особенность в том, что запрещена любая связь с землей и любая помощь, естественно, и особенность в том, что нам запрещено пользоваться любыми карт-плонтерами, то есть ходим мы по старинке, имея только GPS-координаты и голосовой прогноз погоды по коротковолновому радио. Это все. Поэтому вот такой вот суровый формат. В гонке нужно готовиться примерно год-два года, выполнить определенное количество квалификационных мероприятий, набрать квалификационные мили, то есть доказать, что ты можешь, и только после этого тебя допускают. Соответственно, все спасательное оборудование имеется на порту по первой океанской категории, и каждый человек, каждый их смен борется с стихией, используя свои знания, которые у него уже есть, и технически свою лодку, которую он смог приобрести и подготовить. В моем случае, после двух лет подготовки, во втором этапе мини-трансад через океан, я сломала мачту. Это, конечно же, для меня было большой трагедией, потому что я очень долго шла к тому, чтобы участвовать в этой гонке, но не буду забегать вперед. Хотела бы показать вам фильм о том, как это было для меня. Океан 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 Сейчас буду разбирать все поломки и постараюсь соорудить альтернативный рид и двигаться в сторону Мартиники. Не сдаваться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошло часов пять с тех пор, как я потеряла мачту. За это время мне удалось освободить все паруса почти без повреждений. Грот порвался только об мачту, об кик. Слишком долго болтался внизу. Удалось освободить из мачты все, что возможно было спасти. И мачту пришлось утопить. И вот первый пошел, второй на подходе. А вот и второй. Теперь их двое и наша скорость... Три с половиной узла. Три с половиной узла. Три с половиной узла. Сегодняшнюю ночь была очень тяжелой у меня всё болело. Я в итоге так легла спать с темнотой около десяти вечера не с темнотой, чуть позже. с момента крушения до момента наступления темноты я боролась освобождала паруса освобождала мачту чтобы иметь возможность двигаться дальше заменила обломок мачты который остался на лодке на гиг на котором есть блоки установила паруса начало движение за эти сутки прошла эти 12 часов прошла около 30 миль генералки вчера очень устала ночи болело все все болело я защемил себе почти каждый палец потому что движение мачты в воде которая бьется о корпус лодки и иногда пальцы попадают туда и это непредсказуемо я расстроена мне очень тяжело прошли сутки после крушения и все это время автопилот НКО не работает вся система total blackout во время падения мачты я пытаюсь разобраться в чем дело но не вижу никаких причин прошлась по всем проводам все выглядит в порядке все предохранители на месте все работает автоматы работают пока эти сутки я просто дрейфую под карусами которые смогла поставить вчера получалось курс еще ничего сегодня разворачивает вдоль волны идти осталось еще 1100 миль хватит Лена на это время еды не знаю но пока держусь да установила аварийную антенну чтобы у меня было лучше видно аис работает радио работает пока gps работает батареи заряжаются на солнечных панелях я осмотрела повреждения и сделала заключение о причинах потери мачты внутри банк утонс крепится насквозь проходит сквозь палубу и приходит на пластину здесь запрессовка сверху талриб так вот трос выскочил из этой запрессовки то есть он не повредился сам выскочил здесь вот видно по линии ржавчины это линия запрессовки если бы трос сломался сам то есть если бы он был поврежден где то вот здесь то повреждение было бы здесь и потеря ну мы бы видели что он поврежден поскольку мы видим что он выскочил весь абсолютно весь вот дело в запрессовке я сделала все чтобы починить автопилот но мне не удалось то есть я смогла разобраться со всеми проводами я даже смогла сделать так чтобы один из экранов заработал на только один и этот экран показал мне что короткое замыкание на дейта кабеля я конечно же загерметизировала заизолировала оборванный кабель от сенсора ветра чтобы он никак не влиял но несмотря на это показывает КЗМ видимо где то есть обрыв провода внутри мне не добраться в общем я сделала все что могла в последнее время двигаюсь совсем не в нужную сторону и с очень маленькой скоростью загнаться удается только на шквалах когда приходят шквалы из-под туч но этого недостаточно не лепят а а а а а а в и Я подвигаюсь очень медленно и я приняла решение покинуть лодку. Я все еще нахожусь в 1070 милях от земли и если продолжать в том же духе. Сейчас у меня ветер еще есть попутный, позволяет мне двигаться со скоростью около трех узлов, но при приближении к другим погодным зонам ветра будет гораздо меньше. И сейчас, пока еще в лодке сопровождения с нами, я могу пересесть на одну из них и не вовлекать в спасательную операцию официальные службы. Я посчитала, что при самом лучшем раскладе мне потребуется около трех недель, чтобы добраться. В худшем раскладе неизвестно. Месяц, полтора. В общем, к сожалению, вот такое вот непростое решение приходится принимать. Рейс комити уже оповещен и в 100 милях от меня находится лодка сопровождения, которое идет, чтобы меня забрать. Вот и все. Продолжаю дрейфовать. Эту ночь получалось дрейфовать очень близко к рунглайн, к генеральному курсу. Я сделала рекордное количество миль по генералке около 70. Всю ночь шквалило, штормило. Благодаря этому удавалось развить какую-то скорость. Ну, по-прежнему, средняя скорость приближения к мартинике около двух с половиной узлов. Очень-очень-очень медленно. Я жду лодку, которая должна меня догнать. Понимаю, что когда у меня есть какой-то ход, адогнать ей меня труднее, но у меня есть время, чтобы еще немного подумать и взвесить. Каждые 6-12 часов я пересчитываю. Просчитываю, сколько мне остается, сколько еды, хватит ли в случае, если все-таки рискнуть и самостоятельно попробовать добраться к ранней плотке. Риск определенный есть. И в случае неудачи, если... Скажем так, сейчас ветер максимальный, какой может быть. Порядка двадцати узлов на пару лет до двадцати семи на шквалах, как этой ночью. Но при приближении к другим погодным зонам, сейчас я нахожусь в зоне Ализе. При приближении к зонам и Стантиль, и Боб, я ожидаю, что ветер будет гораздо слабее. По крайней мере, пока что, по прогнозам, которые мы получали, ветер там слабее. И скорость, которая у меня сейчас, мне развивать не удастся. То есть, в итоге я буду все время замедляться и упрусь в то, что мне так или иначе придется вызывать спасателей. Но уже не лодки сопровождения, а официальные службы. Я думаю, что, наверное, уже самый критичный, самый последний шаг, который надо сделать. Сейчас пытаюсь решить дилемму у себя в голове. Принять мне риск и попытаться сохранить лодку. И тем самым, может быть, как-то оправдать, показать себе что-то. Либо все-таки не доводить ситуацию до самой крайней точки. Стараться держать ее под контролем. Поэтому я не спешу убирать курса и даю себе немножечко времени, на то, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, на то, чтобы принять сегодняшний прогноз. Я еще успею посмотреть, что там. Вопрос в том, что прогноз нам дают на ближайшие пару дней, а мне планировать надо на 2-3, а может быть, 4 недели, а может быть, и месяц. Ну, в общем, пока жду. И дрейфую. Сейчас около часа дня по UTC. После прохождения нескольких шквалов ветер сильно упал. Дует порядка 12 узлов. Моя скорость около двух узлов. Такой расклад совсем-совсем не утешителен. Слишком много времени потребуется, чтобы прибыть самой. Судно сопровождение только что пришло, и мы готовим спасательную операцию. Я буду прыгать в воду с веревкой в спасательном железе, спасательном круге. И передам таким же образом мои основные вещи и документы в водонепроницаемых сумках. Скоро начнем. Субтитры делал DimaTorzok Катамаран Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прежде всего мы все должны понимать, что произошедшее – это неотъемлемая часть большого яхтинга, неотъемлемая часть океанского поросного спорта. Это могло произойти абсолютно с каждым, с кем угодно из нашей гонки, но произошло со мной. Я всегда воспринимала свой опыт в мини, в классе мини, как некую высшую школу поросного мастерства. И судьба распорядилась так, чтобы я взяла и этот последний урок от этого мини-трансата. Вообще мой путь в классе мини за эти два года все время шел по возрастающей. Я все увереннее себя чувствовала, все больше позволяла себе рисковать, все больше ставить парусов, лучше и лучше узнавала свою лодку. Для меня трансат завершился в середине, в середине Атлантики, но потерю мачты, потерю лодки я не считаю провалом в этом проекте. Из этого события я собираюсь извлечь еще более важный опыт. Но несмотря на это, конечно же, в моем сердце живет боль. Это боль за все-таки неудачу, за несбывшиеся надежды дойти до финиша. Это боль за моих родных и близких, которые болели в краудфандинге, которые вложили свою душу. И, конечно же, с этой болью я сейчас стою здесь. Конечно, об этом очень трудно говорить. И чтобы рассказать о том, что я чувствую, у меня есть небольшая домашняя заготовка. Когда мы говорим о парусном спорте, мы все время говорим о достижениях, мы говорим о перформансе, мы говорим о результатах. Но одиночный океанский парусный спорт – это также и огромная моральная нагрузка. А решение покинуть свою яхту в океане – это моральная нагрузка вдвойне. Об этом можно очень много рассуждать и говорить, какое решение будет правильным, какое неправильным, и у каждого будет свое мнение. Но свою позицию я проиллюстрирую таким вот примером. Из гонки мини-трансад я вышла вот с таким вот грузом. Сейчас давайте посмотрим, что у меня в этой красной сумочке. Это те мысли и те трудности внутренние, которые были у меня, когда я находилась в дрейфующей лодке, когда я должна была принять все-таки решение остаться и попробовать дойти с рисками или покинуть лодку и идти дальше и начинать думать о следующем проекте. Сейчас же я столкнулась. Передо мной были многие сомнения и очень много ответственности. Ответственность перед партнерами и общественностью. Страх родственников и друзей за мою жизнь. Боль утраты, ставшей такой родной лодки. В тот момент, когда на моей лодке сломалась мачта, вот я помню этот момент, еще в темноте я сижу, управляю всем этим, всей этой катастрофой. Это был шквал. И я вижу, как падает мачта, и в этот же момент я понимаю, что так, теперь еще два года. Потому что до этого, когда я шла, особенно вот второй, когда я стартовала во втором этапе мини-трансад, как и у очень многих ребят, у меня был мандраж. Я шла с мыслью, вот сейчас мы все придем на Мартинику, а что же будет дальше? А как же вот это все закончится? И с чем я останусь? Кем я останусь? Что я должна делать? Куда я должна идти? И, наверное, каждый шкипер шел вот с таким страхом и с пониманием, что сейчас огромная часть жизни двухлетняя, когда ты полностью посвящал себя этому проекту, этой яхте, она просто как бы закончится. Тебе свистнут, и все, закончилось. Стало понятно, что же делать дальше. Но все-таки это кирпичик, кирпичик на сердце. Риск быть потерянной в море. Ответственность перед соперниками и организаторами, потому что перед своими друзьями на дистанции ты чувствуешь какую-то особенную ответственность, какую-то особенную связь. Естественно, моральные и физические страдания, которые в такой ситуации происходят. А также, конечно же, меня посещали сомнения. Сомнения в том, что я допустила ошибку, сомнения в том, что я сделала не все, что могла, и что я могла сделать больше. И страх порицания. Каким бы молодцом ты ни был, как бы правильно ты ни рассчитывал, всегда найдутся люди, которые скажут тебе, что ты был неправ, и ты все равно так или иначе с этим столкнешься. Это тоже надо понимать, и нужно себя к этому подготовить. И оказавшись в этой сложной ситуации, вот с этими кирпичами, я решила, что мне нужно конструктивно разобрать, что же делать дальше, и что мне с этим грузом сейчас нужно сделать, чтобы принять решение. Я подумала, что среди всех этих факторов есть факторы вполне себе объективные, как, например, физические страдания. Вполне себе объективный фактор — риск быть потерянной в море в той ситуации. Вполне себе адекватный объективный фактор, с которым я ничего не могу поделать — это страх моих друзей и родственников за мою жизнь. И в первую очередь я подумала, конечно же, о своей пожилой маме, которая, наблюдая всю эту ситуацию, не имея связи со мной, а связь с землей нам по-прежнему запрещена. Даже если мы сломали мачту, мы просто можем дать сообщение, что мачта сломана, но не имеем права писать больше ничего, потому что если мы пишем что-то еще, значит, мы сходим с гонки по правилам. И если я решаю продолжать гонку на остатках парусов, на остатках мачты, на каком-то джу-риге, то я по-прежнему не имею права иметь какую-либо связь с землей. И моя мама об этом может не знать. Моя мама будет пребывать в ситуации, когда она видит, что что-то произошло, она не знает, что, и ей никто не может сказать. Вот. Эта ситуация серьезная для родителей, особенно для пожилых родителей. Эти факторы я отнесла вполне себе объективным, с которыми я ничего не могу сделать. Это есть и есть. Их надо принять. И были мои субъективные мысли. Ответственность перед соперниками и организаторами — это моя ответственность, я выбираю, брать ее или нет, и я решила ее взять. Ответственность перед партнерами, общественностью — точно так же моя ответственность. Боль утраты — моя боль, тоже берем. и обязательно перед собой взять еще два года и пройти гонку. С удовольствием берем. После этого у меня осталось два булыжника. Совершенно особенные сомнения в том, что я могла сделать больше, и страх порицания. В чем их особенность? Подумав обо всем этом Грузии, я поняла, что из вот этих я могу построить что-то новое, что они вполне себе подходят, чтобы сконструировать на их основе что-то другое, чтобы взять их с собой, чтобы они были в помощь в дальнейшем. Но вот эти пристроить в свою постройку я уже не смогу. И если я беру их с собой, то жизнь моя будет только тяжелее. Это будет как чемодан без ручки, который я должна нести и не могу бросить. Поэтому эти два я решила оставить сегодня здесь. А все вот эти, превратив в опыт, я заберу с собой и на основе их буду строить новый проект, чтобы радовать вас, чтобы радовать родных и близких, и чтобы состояться в том мероприятии, которое было со мной вот эти два года, вот эта подготовка к мини-трансату, и чтобы следующий проект был более успешным. Отличная фундаментальная база у меня уже есть, поэтому это я забираю. Вот сейчас сумка моя стала уже заметно легче, и я могу не волочить ее вслед за собой, а спокойно уйти с ней в будущее. Ну, если быть честным, ситуация очень неоднозначная. Я не технарь, да? Я сама не делаю обрисовки, я знаю, как это делается, но я не знаю нюансов. Конечно же, я послушала многих, кто на эту ситуацию отреагировал, и мнения специалистов. Понятно, что вот этот трос внутри не был новым. Ванты мы поменяли, но вот этот трос не был новым. Если честно, как-то я не ожидала, что с ним может что-то случиться, потому что хоть скоро мы много с этой лодкой прошли, я одна с ней прошла трансад, все было в порядке. Такая конструкция используется практически на всех яхтах класса мини. Такого никогда ни у кого не случалось. Этот трос у меня все время на виду, то есть я все время вижу, что если бы с ним что-то было не так, я бы увидела. То есть никакого повода волноваться заранее у меня не было. И то, как он выскочил из-за прессовки, вот специалисты мне сказали, что когда прессуется трос в Т-наконечник, то в итоге он представляет собой единое целое — прессованный трос вместе с наконечником. И разрезав его болгаркой, ты увидишь, что вот он. Здесь мы видим, что он вышел оттуда, как будто бы практически не подвергался никакому воздействию. Просто я думаю, что не повезло. Ирина, а как долго лежали в бротчинге? В бротчинге... Это был достаточно долгий шквал, но я думаю, что не больше трех минут. А почему нельзя было отдать там шквал? Можно. Я рисковала бы потерять спинакер. Когда ты один на лодке, это все немножечко по-другому. Тут нет такого, что ты один человек отдал фал, а другой уже готов подобрать, да? И ты как бы чуть-чуть щелкнул клювом, и у тебя уже ушел спинакер под лодку и прочее, прочее, прочее. Вот. Я ожидала, что, может быть, этот шквал пройдет. В общем-то, в крайней ситуации я была готова убираться на воду. Такая ситуация со мной уже была, и я уже таким образом убиралась. Но вот как бы ночная ситуация, очень быстрое развитие просто не успела. Моя что-то сломалась достаточно быстро. А Ванкутинс не вырвала из палубы, нет? То есть у вас вышел из строя трос, который связывал Ванкутинс с корпусом лодки? Да, совершенно верно. Ну, значит, Ванкутинс оказался свободным? Да, и всю конструкцию вырвала сквозь палубу. А вырвала? Да, это было на видео. Спасибо. Извлечены какие-то уроки технической точки зрения данной поломки? Будут ли какие-то переработки с лодкой произведены? Я очень много об этом думала, о том, какие нужно сделать выводы и что нужно сделать в следующий раз. Единственный вывод, который напрашивается перед океанской гонкой, просто взять и поменять, даже если оно целое. Вот. Но с другой стороны, надо понимать, что такое глазмене, что такое люди, которые там гоняются, которые отдали полностью всё. То есть, они отдали всё своё время, они отдали все свои деньги. И иногда поменять вот этот вот тросик перед гонкой, у тебя, ну, реально нету сил. Нету сил и реально, может быть, нету денег, даже если это стоит недорого. Вот. Такая ситуация вполне возможна. Но, конечно же, меняйте. Но, опять же, давайте посмотрим, что если бы я заменила, и был бы брак производства при замене, был бы тот же результат, согласитесь? Я вижу, возможно, там сделать стемп, какой-то пиллерс или перебор поднять, чтобы не было этого троса. Исключить этот момент? Ну, лодка спроектирована так, как она спроектирована. В серийном проекте нам запрещено что-то менять. Ну, такие вещи. Это надо уговаривать всё время с классом. Что ты можешь менять, что ты не можешь менять. Потому что каждая заявленная серийная лодка, она должна соответствовать тому проекту и быть выполнена так, как она выполнена производителем. Вот. И конструктивно, ну, я не знаю, если бы это как бы было повсеместно, да, если бы такая ситуация была раньше, то, наверное, дизайнеры бы задумались о том, что нужно изменить конструктивно. Но поскольку это был мой опыт, и первый опыт, наверное, такой в классе менее, ну, всё-таки давайте понимать, что иногда может быть просто неудача. Вот оно, такое может случиться, как бы хорошо ты не готовился. Вот ехало два дивизиона, вот и серийные лодки ваши. На что я следил, как каждый день даже по два раза за вами и за Фёдором. Ну, что интересно, приходили на финиш лодки, значит, вашего класса, серийного, обгоняет там десятка-полтора лодок прото. Вот. Это что это такое? То есть, почему серийные лодки обгоняли прото? Обгоняли. Массово обгоняли. Не то, что отдельно, а массово. Потому что, на самом деле, в серийном флоте, в флоте прототипов, извините, на данный момент существует, наверное, пять быстрых лодок. Все остальные лодки, они уже достаточно возрастные, и те новые серийные проекты, построенные, они уже им не уступают скорости. Да. У них другая форма корпуса. То есть, они могут глиссировать дольше. Если мы возьмём там лодку, как у Фёдора, она астроносая, да? Она, наверное, хорошо ходит в ричинг. То есть, он может нести много парусов, может очень быстро ехать. Но когда мы будем сравнивать его лодку технически с Пого-3 или с Макси, которая уже круглоносая, с Коу, которая вообще не зарывается на пакштеге и не брачингует практически, а Фёдор будет это время брачинговать и будет вынужден уменьшать павросность, чтобы этого избежать, то, конечно же, современные серийные проекты не уступают прототипам старого поколения, старого и среднего поколения. Просто они строят лодки всё лучше, лучше и лучше. Но ведь есть, наверное, какой-то шаблон, вот мы так говорим, который нельзя поменять, что-то такое. Как можно корпус лодки поменять? Да. И менять обводы. Те же, так сказать, правила. Да. В основном... Я ничего не очень понимаю. В основном это обводы корпуса. Это менять можно. То есть, коробочка наша, бокс-роллс для серийного флота, это длина осадка, ограничена длина 6,5 метров, ширина 3 метра, осадка 1,8 метра. При этом ты можешь делать любые обводы. Абсолютно любые. Высота мачты ограничена, количество парусов ограничено и материалы. Материалы при постройке, материалы используемые при отливке бульбы, при конструкции келя и материалы парусов. Это всё ограничено в серийном флоте. Но только за счёт формы корпуса сейчас им удаётся построить такие лодки, которые очень быстро идут в тех режимах, на которые они рассчитаны. А рассчитаны они в основном на полные курсы и ричинг, то есть галфинг в сильный ветер. Ну, тогда получается, что стоимость флота, ну, раз в полтора, наверное, выше стоимости серийной лодки. Какой смысл вкладываться в флота, если едут серийные, точно так же. Да, наверное, можно сказать... Зачем Фёдор тогда потратил такие деньги, когда флот ехать на... Ну, касательно денег, которые потратил Фёдор, я не буду комментировать. Я думаю, что его проект всё-таки состоялся, и это был очень хороший опыт. Зачем вкладываться в флота, если можно взять и купить серийную лодку? Давайте сейчас немножко по ценам. Сейчас считается самым лучшим проектом Puga 3 и Maxi. Maxi, полностью оснащённый, уже давно перевалил за 100 тысяч. Он уже давно перевалил за стоимость флота. То есть сейчас купить поддержанный Proto дешевле, чем купить новую серию. Это первый фактор. Второй фактор – это огромные очереди на постройку. Если вы сейчас захотите купить мини, новый, сверх конкурентоспособный, серийный, то вы его получите через год-полтора. И будет уже поздно куда-то отбираться, куда-то готовиться к следующему транслату. Это будет проект уже через один. Через один. Кто знает, что получится? Может быть, кто-нибудь сконструирует ещё одну серийную лодку, которая будет ещё быстрее, чем эти. Да, ещё важный момент. Серийные лодки, чтобы стать серийной, она должна вписаться в эту коробочку, и их должно быть построено не меньше десяти штук. Вот. Только тогда она приобретает статус серийный, гоняется как серия. Вот. Почему всё-таки стоит брать прототип, даже если он не новый, даже если ты не... Может быть, не придёшь первым, потому что это просто здорово. Потому что это, на самом деле, это офигенный опыт. Лодка совершенно другая. Она идёт в другом режиме, если мы сравним, да, не новые прототипы и не новую серию. Ты просто получишь совершенно другой парусный опыт. И тебе будет самому очень интересно. Ты очень много узнаешь о море, ты очень много узнаешь о других режимах, о режимах глиссирования. И, опять же, управлять прототипом, когда у тебя не просто вот яхты, ты там выбираешь стратегию и меняешь в бруса, да, делаешь их меньше, больше или подбираешь там. Какой парус тебе сейчас поставить? В прото у тебя есть ещё качающиеся кили, у кого-то есть балласт, у кого-то есть шеирты. То есть факторов, которые ты можешь изменить, гораздо больше. Но, безусловно, парусный спорт, технический вид спорта и как в серии побеждают хорошие проекты, так и в прото побеждают хорошие проекты. И это вы к тому, что в следующий год вы будете в прото участвовать? Это я к тому, что на самом деле в мини-трансате есть разные люди. И не все, может быть, я думаю, что все хотят победить, но не все пришли туда только для того, чтобы победить. Туда люди приходят за вот этим вот, за этой жизнью, за мечтой и за тем, чтобы участвовать. Поэтому очень многие, как я, моя лодка была недорогой, и я ее купила только для того, чтобы двигаться, чтобы начать и делать. Потому что если я не буду этого делать, то ничего не произойдет. И люди там такие же. Сколько раз она участвовала? Сколько раз она участвовала? Она участвовала в трансате два раза до меня. Это был третий раз. Спасибо. Учитывая ситуацию, тяжело морально все это переносить. А вообще, если бы не случилось этого, морально в одиночестве в Атлантике находиться ночью, мне кажется, что это морально сложно очень. За два года в классе менее уже не трудно. На самом деле, самое трудное, ну, самое опасное происходит не во время мини-трансата. Самые сложные гонки, это гонки у нас там вот прибрежные, на течении, когда вокруг острова нужно постоянно что-то огибать, нужно постоянно что-то делать. Приходят те же самые тучи. У тебя вокруг еще соперники, с которыми ты постоянно встречаешься. Вокруг еще другие яхты, которые просто вышли прокатиться. Вокруг рыбаки, которые половина из них АИС включила, половина не включила. И вот как бы во всем этом самая тяжелая дистанция на самом деле 250 миль, потому что она чуть больше двое суток. Первые сутки ты вообще не можешь спать, потому что весь на адреналине, а вторые сутки ты думаешь, блин, ну надо же бороться. И в итоге это получается самая тяжелая дистанция, наверное, самая опасная с точки зрения аварийности, потому что просто от усталости можешь сделать что-нибудь не то. Приехать в остров, например, как некоторые делают. Как вы делили время на эту самую работу? В классе мини есть всегда такое правило. Как только ты ничем не занят, как только ты выполнил все свои упражнения, лучше либо ложись спать, либо ешь. Потому что в следующий раз, может быть, не получится. Пока мы все идем от старта первые сутки двое, мы еще видим друг друга так или иначе. Мы очень активно боремся, мы выжимаем все. Потом уже все переходят в немножечко более спокойный режим, уже могут отоспаться. Я, в принципе, позволяла себе спать достаточно много, но каждый раз ставила себе будильник. В прибрежной зоне это там 20-30 минут. Иногда, если я знаю, что будут какие-то перетрубации, то это, может быть, и 10 минут. Тогда я сплю, естественно, полностью одета и в жилете, иногда даже наверху. В океане это может быть спокойный час, иногда полтора, потому что, на самом деле, там пустота и практически ничего, никого нет. Так что примерно таким образом я делила. Но и в океане случались такие ситуации, когда я понимала, что мне придется просидеть там практически сутки. Была ситуация, когда мы выходили из зоны сильных ветров, и я знала, что постепенно ветер должен успокаиваться. Я вижу, что немножечко скинуло. Я думаю, вот сейчас я поставлю большой спинакер, но по рулю немножечко, ничего страшного, да, он же будет все равно еще немножечко падать, а потом, как он упадет, что я могу оставить лодку с автопилотом, с большим спинакером, мы как бы полной скоростью поедем там и отдохну. И так вот я и ехала, думала, ну когда же, когда же, когда же? Почти сутки. После этого, конечно, да, приходилось отсыпаться. Острых курсов не было практически? Острые курсы были на первом этапе. На первом этапе было все. Мы начали с того, что шли в Пискай острым курсом, поймали два холодных фронта. Начало было достаточно тяжелое. Потом, после огибания мосфинистера, оно было достаточно спокойным. После этого снова был раздуван вдоль португальского берега. Я еще не знала, как с этим быть, потому что ветра обещали там достаточно много, и чем ближе к берегу, тем больше ветра. Но постепенно я разобралась, и, в общем-то, эта ситуация тоже для меня стала достаточно спокойной. Очень хороший опыт. И что еще я вынесла из этого трансанта? Очень важное. Я увидела, наверное, впервые вот так вот наглядно, с тем, как я перемещаюсь на юг, с севера на юг, как более холодный воздух воздействует на паруса с большей силой, чем более теплый. И это было настолько наглядно, потому что, если я начинала, и мне надо было менять средний спинакер на код 5 при ветре, когда 22 узла примерно, то потом я могла обнаружить себя 22 узла под большим при стабильной ситуации. И это действительно было очень наглядно и удивительно, и очень хороший опыт. Но это работает также и в другую сторону. То есть чем холоднее воздух, тем надо предполагать, что он может вас удивить, что вам пришлось взять риф слишком рано или уменьшить паруса. Но нужно понимать, что плотность воздуха также на вас влияет. Старт был общий? Старт всегда общий. У нас все всегда стараются вместе. Это очень здорово, когда 90 лодок в одном порыве пересекают. Удачно стартовались эти старты? Нет, не смогла набрать достаточную скорость. Не смогла сохранить, пока мы там маневрировали. Но у меня было достаточно хорошее стратегическое решение. Там была смена ветра практически сразу после старта. Я пошла в нужную сторону и достаточно хорошо вышла на первый оттяжной буй. А потом уже там с лидерами, может, постремили к первому холодному фронту. Но первый холодный фронт нас разочаровал, потому что он пришел ко всем одновременно. И в итоге выигрыша из-за того, что мы к нему так долго упорно шли, не получилось. Для всех было примерно одинаково. Но тоже хороший опыт. Ирина, а страхуете себя когда? Почти всегда. Иногда я позволяю себе снять и жилет, и страховку. Потому что находиться две недели в жилете постоянно, это очень тяжело. Жилет постоянно мокрый. Ты иногда хочешь его просушить. Иногда, когда погода позволяет, когда реально спокойно. Ты себе позволяешь выйти без жилета. Но в этой ситуации я обязательно слежу за тем, чтобы не было три точки крепления меня к палубе. Две ноги — одна рука или две руки — одна нога. То есть я передвигаюсь очень-очень аккуратно. Я понимаю риск. И у меня всегда есть еще такая штука — оберег. Я его называю. Это дистанционный контроль автопилота. Ремоут-контроль настроен таким образом. Там есть режим, когда ты один на борту. И если ты вместе с ним на шее падаешь за ворот, то лодка просто приводится против ветра. И, в общем-то, у тебя появляется шанс ее догнать. Поэтому в слабый ветер я себе это позволяю. Я понимаю, что я смогу, что ничего с ней такого не происходит. А аккумулятора хватало, да, на автопилоту? Ну, постоянная же подзарядка. У меня солнечные панели и топливные элементы. Да, постоянная подзарядка. Постоянная. Автопилот очень много употребляет. На метаноле, да? Да, у меня на метаноле. На этой лодке стоял на метаноле, да. С автопилотом в результате разобрались вот сейчас? Что все-таки с ним было? Нет, еще не разобралась, потому что лодка пока все еще на Мартинике. И мне нужно ее доставить во Францию. И очень, конечно, интересно прийти и посмотреть со специалистами. Никого нет, кто может посмотреть и сказать? На Мартинике нет. Ну, и мне же нужно там быть. Мне нужно как бы и здесь и работать. И прочее, прочее. Вот, поэтому я жду, когда лодка вернется во Францию. И мы уже сможем все это рассмотреть. Мой следующий проект должен быть шаг вперед. Вот, эту лодку я уже изучила. И, к сожалению, я понимаю, что на ней что-то принципиальное изменить, принципиально нового достичь уже не получится. И следующий шаг должен быть сделан. И это либо должна быть конкурентоспособная серийная лодка или прототип. Причем практически любой прототип, потому что это просто интересно. Ну, француженки сильные тоже, ясменки. Я смотрю, не ехали впереди вас. Ну, конечно, 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 французы. Во Франции вообще народ достаточно суровый. И нет там такого деления, что мальчики, девочки считаются слабее. Нет, такого нет. Все друг друга уважают и все на равных. Это очень приятно. Без всяких лишних слов об этом. Федор Дружинин рассказал, что у него были сухие продукты, а у вас завакуумированные и что они более вкусные. Расскажите вкратце, как их готовили. У меня были и те, и другие. У меня вообще было куча способов приготовления пищи на разные погодные условия. В том пакете, в котором она завакуумирована, ее нужно просто разогреть. У меня есть два способа. Если я экономлю, то я ее заталкиваю в свой джет-бойл, добавляю немножечко воды и грею несколько раз. Если я нахожусь в условиях сильного ветра, когда сильно качает, у меня есть химический пакет. Я кидаю химический пакет в зип. Пакет специальный. Туда же эту еду, немножечко воды. Происходит химическая реакция с выделением тепла. Те же самые 12 минут. Все это согревается и дальше кушается. А пресная вода с собой или пресная вода? Пресная вода с собой. Причем в этот трансад мы брали максимум пресной воды. Не для того, чтобы мыться, купаться и постоянно ее пить, а для того, чтобы просто откренивать. Максимально разрешенное количество взятой с собой воды, 140 литров, включая все йогурты и все-все-все, что у тебя есть жидкого на борту для приема внутрь. А еды сколько можно брать? Сколько хочешь. Но это же вес. Неограничена. Ограничена только вода. Ограничена она, потому что вместе с водой ты берешь канистры. И кто взял больше канистры, тот лучше откренил. Поэтому нас ограничивают именно в емкостях. Даже не в литрах воды, а в емкостях, которые мы можем иметь на борту. А вы что, канистры перетаскивали с борта на брод или открыт? А вы зря смеетесь. Вы зря смеетесь. Это работа. Вы зря смеетесь. Да, это очень тяжелая работа на самом деле. В классе мини, и вообще во Франции мы называем это мотосаж. Да, это то, что происходит, когда ты хочешь откренивать лучше, или закренивать лучше, или дифферентовать лучше. Все, что у тебя есть, перемещаемого, ты начинаешь по яхте перемещать. Если мы открениваем для моего проекта, на моей яхте, если я хочу откренивать в лавировку, в достаточно сильный ветер, я перемещаю все в районе мачты, внутри, и хорошо бы я выставила что-нибудь снаружи. Снаружи выставлять можно, но не за леера. То есть в пределах лееров. Если я иду полным курсом и хочу откренивать, я одновременно хочу ее еще дифферентовать, чтобы у нее носик задирался, и чтобы она меньше рыла. Тогда я максимально пытаюсь разместить весь балласт на корме, скорее всего, на наветренной части. Когда идешь очень полно, там уже можно даже что-то на подветер скинуть, но обязательно в самой дальней части. И в моем случае, имея 140 литров воды, имея оборудование, килограмм на 100 вместе с едой, все это я должна перемещать во время поворота. Вернее, обычно это перемещается перед поворотом. Под спинакером в сильный ветер мне даже приходилось менять спинакера, то есть я уменьшала спинакера, иногда брала дополнительный риф на гроте, потому что я понимала, что как только я начну это перемещать, мало того, что ты же из кормы, вытаскиваешь сначала в середину или даже вперед, а потом все это начинаешь затаскивать на подветер. Еще и сам там находишься. И в этот момент лодка может потерять устойчивость, а ты там где-то с этой канистрой внутри пытаешься ее распирять, а лодка ушла в бротинг. Так не годится, поэтому мне приходилось уменьшать паруса, немножечко терять на повороте, но в общем и целом выигрывать, потому что я не попадала в эту бродкую ситуацию. Так вот, в конце концов, еще до трансата я думала, ну блин, ну куда же мне эти 140 литров, у меня еще эти сумки, мне даже лезть будет негде, ну как же я буду? Я очень сильно волновалась, ходила, чесала все время себе репу, сделала себе обрезы специальные, которые мне будут помогать. И потом я придумала, так надо же что-то придумать снаружи, вот постоянно. Я взяла мотосажную сумку французскую специальную, мы ее доработали, вставили латы вдоль, прикрепили карабинчики, просверлили лодку, туда вставили вот эти вот падаи, ну ушко с дайнимой. И я прицепляла эту сумку, в нее ставила три канистры, привязывала их дайнимы так, чтобы даже при любом прочинге все это оставалось на месте, не двигалось. И с этой сумкой я начала свое движение, и очень мне все нравилось, все было прекрасно, все было просто замечательно. Потом я подумала, надо же как-то развиваться, давайте поставим еще три канистры. Еще три канистры я прицепила каждую отдельно в шлейку из дайнимы с карабином, и ставила их, у меня там есть очень удобно, как раз три канистры вставали, ну вы увидите сейчас на видео, в кокпите есть такие ребра, в которые я опираюсь ногой, между ребром и стенкой кокпита идеально вставали три канистры. То есть она точно не упадет и не будет мешать рулю, потому что ее держат. Она пристегнута этой шлейкой, и оказалось, что этого было более чем достаточно. Я думала, что они еще как-то будут там, будут дыхаться, нет. Вот, и так у меня было 60 литров уже снаружи, и мне, чтобы их мотосажить, уже не надо было идти вниз. Вот это вот все. Вот, я уже могла это делать в кокпите с перемещением вперед, но все-таки в кокпите. Потом я подумала, надо же дальше развиваться. И я взяла, вытряхнула все спасательное оборудование еще из одной мотосажной сумки, поставила туда еще три канистры, привязала их также до него, и поставила все это сверху тех. После этого я подумала, ну это же не предел. И загрузила туда еще и спинакер, который не использовала. Потом я подумала, у меня уже есть еще один. И загрузила еще один. И в итоге у меня оказалась куча из ста килограмм снаружи в самой эффективной точке. Перемещать это все было уже гораздо проще. Работать с этим проще, и жизнь стала налаживаться. Я смогла нести гораздо больше парусов, это тоже было замечательно. И вот эту вот всю кучу я дала ей даже имя, Константин, в честь одного моего товарища, который гонялся со мной на фастнете. Костя сам стокилограммовый товарищ, куча была стокилограммовая, поэтому все сошлось. И когда мы с ним шли в фастнет, погода была примерно такая же. Там было 20-22 узла, но холодных. Это Ирландия была. И мы выносили большой спинакер, и хотели его продолжать выносить, чтобы не терять наши двое. Мы же можем постоянно нести вахту, тут не надо экстрима. И периодически, когда я шла отдыхать, я говорю, Кость, следи, если что, пошла лодка в брочинг, хватай руль, забирай его у автопилота, и контролируй ситуацию. Ну, какой-то посидел, 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 посидел. Потом, когда он начал чувствовать, что лодка начинает только уходить в брочинг, он просто вставал и садился все своим весом обратно. Лодка делала жинк и съезжала с ускорением. Вот, поэтому куча получила название Константина в честь него, потому что вместе с ней моя лодка делала точно так же. Что было в парусном гардеробе? В парусном гардеробе у меня большой спинакер 80 квадратов. Средний спинакер, наверное, около 70. Кот-5 не очень плоский. И средний спинакер у меня тоже был не очень плоский, именно на попутные ветра. Кот-5, наверное, 45. Кот-0 30. Один стаксили. На стаксили, на мини, мы берем рифы. Мы не можем себе позволить брать два стаксиля, маленькие и большие, потому что только 7 парусов нам разрешено. И стаксиль, это не самое важное. Лучше побольше спинакеров. И грот. На гроте три рифа. Ну и штормовой, наверное, был. Да, конечно же, штормовой. Да, 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 да. Красный. Да, конечно же, штормовой стаксиль, да. С автопилотом, кстати, не пытались что-нибудь замастырить там из веревок, резинок, чтобы аварийный автопилот такой? В общем и целом… Не верите. Не пробовать. Не, это умеет каждый, кто ходил в море, да. Но эффективность была бы… Ну… Да. Да. Понимаете, курсы и ветер, собственно, стабильный? Вот. На самом деле, на самом деле, вот вы видели, как я поставила паруса, вот когда у меня стояло два паруса большой, и мне приходилось в этой ситуации по-другому вставить оранжевый. Просто по-другому не получалось. И парусность была вдоль борта. Именно поэтому меня начинало приводить с такой конструкцией. Именно поэтому, чтобы извлечь максимум скорости, нужен был автопилот, чтобы он удерживал курс. Но с веревочками, конечно, я как бы пробовала, но все равно это получается недостаточно надежно. Вот. Но когда я ставила оранжевый стаксель в его первоначальном варианте, когда он идет на конец бушприта, такая ситуация позволяла лодке самой идти чисто по ветру. То есть она шла вот точно-точно по ветру. Очень здорово, но с меньшей скоростью, потому что у нее не было дополнительной парусности. Вот. Поэтому у меня было два основных варианта, да. Это... Бушприт? Прямо оглобли. Какая же длина бушприта? Это коротенький. 2,40. 2,40? Да. На прото-3. Так. Ну, на самом деле, на этом мы не заканчиваем. Лодка, моя лодка, замечательная лодка, все ее уже, наверное, знают, дала мне настолько много, и расставаться, конечно, с ней было очень тяжело. И весь тот пройденный путь до момента, когда мы сломали мачту, он стоит того, чтобы о нем и рассказывать, и показывать. И сейчас, чтобы вспомнить ее, чтобы показать, как нам было здорово вместе, давайте посмотрим фильм о том, как шел в мини-трансадду до. И static. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас ветер усилился до 25 Мне удалось срубить Medium SPI после брочинга и сбоем, но все целы, все живы Сейчас иду под кодом 5 До брочинга моя скорость под Medium SPI была 14,5 узлов по GPS Для моего миника это слишком много, он становится неконтролируемым Так что я решила поменяться, пока не раздуло еще сильнее, потому что в этом районе мы ожидаем оборывы до 30 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Запись в актерном журнале Абсолютно святое дело, надо делать несколько раз в день Я использую время UTC на всех своих приборах, это официальное время гонки Сейчас утро, 7.42 Компасный курс 235 Показания лага 10.436 миль Мы уже прошли с моей лодкой вдвоем Скорость Возьмем среднюю скорость 9,5 Координат Координатум 39 градусов 15 минут 39 0 12 градусов 59 минут 28 8 Винт Скорость ветра 22 узла Направление ветра 30 градусов Уже есть заход на норд-ист Ожидаем еще большего захода под поворот Волна Волна совпадает направлением ветра 30 градусов Высота волны 3,5 метра Течение Я не знаю Атмосферное давление на данный момент 1022,2 Облачность Низкая Примерно 30% Паруса Грот Один риф Соленд Один риф Один риф Вот пять Ну и записываем то, что произошло на данный момент Мы не смогли связаться по радио с потоком паниатур С лодкой, которая нас сопровождает Потому что мы находимся далеко и радио связь не пробивает Но записи в этот момент не нужно сделать Радио Радио Вокацию Откос будет Это рассвет нового дня, пятые сутки Вот уже двое суток мы едем практически под Кодом пять только Скоростью десять узлов в среднем Как в поезде Сегодня планируется, что во второй половине дня ветер будет стихать и Будем принимать какие-то стратегические решения Может быть даже поворачивать Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Получили свежий прогноз погоды и на завтра нас ожидает очень интересная картина и вообще стратегия ближайших нескольких дней может решить очень много. Давайте посмотрим. На данный момент наша точка нахождения здесь. По зонам расписана погода на ближайшие 2,5 дня, на 12 часов ночи, на 12 часов дня по UTC. А сейчас мы находимся в зоне юго-западных ветров, в Зьюид-Вест. И такой ветер должен сохраниться всю ночь и начало утра. Завтра, несмотря на нахождение нескольких зон высокого давления рядом с нами, между ними будет проходить холодный фронт. Вот он, холодный фронт, который завтра достигнет нашей зоны и приблизительно по расчетам после прохождения порядка 70 миль до момента встречи фронта я должна его встретить примерно в 15.00 по UTC. Фронт принесет с собой, как обычно, смену ветра с юго-запада на северо-запад и порывы до 25 миль. С северо-западным ветром мы сможем спуститься достаточно низко, потом он пойдет на север. После этого начнется уже достаточно полный бакштук. Сейчас мой курс примерно 170 градусов. То есть на самом деле я иду от фронта. Но этот галст приближающий к генералке. Поворачивать сейчас в другую сторону просто нелепо. Я думаю, что за ближайшие около 20 часов можно будет немножко поиграть на осцилляциях, поповорачивать на коротких заходах ветра. Тем самым попытаться сохранить позицию как можно ближе к фронту, при этом продвигаясь достаточно хорошо по генералке. Думаю, что кто первый встретит фронт, тот и молодец завтра будет. Такие новости сегодня уже прошли 6 суток, пошли 7 сутки. Мы продолжаем идти, все в порядке, фронт за фронтом. Сложные погоды были последние две ночи, почти не удалось поспать. Сегодняшнюю ночь лавировка, буду отсыпаться. Мы немножко заштелили. Ветер около 8 узлов. Направление переменчивое. Я надеюсь, что он будет продолжать заходить на север. По моей стратегии мне нужно немножечко северного ветра, чтобы отойти от маленькой зоны низкого давления, которая наоборот приносит слабые ветра, и держаться чуть-чуть ближе к зоне ожидаемых новых ветров. Очень жду сегодняшнего прогноза на пыль. Пока такие дела, немножечко по плиту, судовые работы никто не отменял. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы перед стартом второго этапа мини-трансакт, это этап, который пересекает Атлантический океан. Все готово, лодка готова, я готова, погода готова. Старт всего через несколько часов и увидимся на Мартинике. Немножечко нервничаю, но все будет хорошо. Всем добраться живыми, здоровыми и комплектными. Сегодня пятое число, прошло почти трое суток в море, и рассвет сегодня встретил нас с 25-ти узловым ветром, с парами до 30-ти. В прогнозе такого не было. Волна все больше и больше, мы зарефились, говорим о гроте, под пальцем. Пока ездим стабильно, все хорошо, прямо по генералке. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 There's so many different worlds So many different worlds And we have just been right But we live in different worlds So many different worlds Now the sun's gone to hell And the moon riding high Let me bid you farewell Every man has to die But it's written in the story In every line in your heart We're fools to make one All our brothers and I And we're fools to make one And the moon's gone And the moon's gone And they're in the sky And they're in the sky Классы менее разные и прото, и серийные, и мои фотографии, и Федина фотографии, и фотографии наших гонщиков. Все ребята замечательные, лодки замечательные. В общем, насладайтесь, и я готова вас услышать. Ира, кроме Пога строят эти лодки или нет? Да, кроме Пога строят достаточно много верфей. Я не перечислю все абсолютно точно. Сейчас в серийном флоте есть три лидирующих проекта, которые строятся современные. Три разные верфи. Просто, ну понятно, что это индивидуальная постройка. Там скорее работать с дизайнером, чем с верфи. Ирина, а вы в 12 лет занимаетесь? Да, да, я занимаюсь в 19 лет. А на что-то основывая детей? Моё появление в партнерском спорте было случайным, можно сказать. Я просто пришла с подругой и постепенно втянулась. Я не могу сказать, что в 12 лет я понимала, что происходит. Вообще ничего не понимала, что происходит. Но было весело и задорно. А потом уже как-то было трудно представить свою жизнь без этого. И всё своё свободное время, все свои каникулы отпускаю. Я проводила на яхте, в гонках. Четвертонный класс, класс Open. А теперь класс Mini. А в Питере есть куда-то на Минни? В Питере у нас был Минник. Сейчас, по-моему, его куда-то увезли. Чуть ли не в Хорватию. В Петербурге плохо держать такую лодку. Меня очень часто спрашивают, почему я не хочу привезти лодку. В Россию и в Петербург, потому что она просто здесь погибнет. Нет, на самом деле она может гоняться только по пересчёту, по гандикапу. У неё будет просто огромный балл. Она никогда его не отыграет. Она может отыграть только, когда есть попутный курс. Причём такой долгий попутный курс, когда она вошла в режим и пошла, пошла, пошла. В Петербурге у нас всё-таки преобладают западные ветра. Это часто речные ветра для наших гонок. На каких швыбодах вы ходили? На швыбодах я ходила на кадете. В самом детстве немножечко на луче, но совсем немножечко. А насколько серийные Минники сложны в сравнении с опорами или четвертями? Ну, в первую очередь сложность в том, что ты один. Во вторую очередь сложность в том, что Минни перегружен парусами. Он объективно перегружен. И грот вот этот вот с квадратной верхушкой, который ты никогда полностью не уберёшь. Если ты оставляешь хоть часть верхушки, как мы обычно там убрали грот, он заправлен на лекпас. Ну, фактически ничего не работает. А тут как бы заправленный в лекпас грот, и тебя ещё как бы дают два квадрата. Вот эти поворотные бушприты, конечно, это достаточно сложный элемент. Особенно при повороте фордвент. Постоянная необходимость перемещать вот этот балласт. То есть в основном сложности создаются те, что ты один. А лодка по-прежнему очень-очень технична. Вот. Она сложнее, чем опыт. Но поворот со спинакер-гиком, наверное, делать всё-таки сложнее. Особенно в одиночку, чем с асимметриком, шпритом в любом случае. Как удавалось рейфить грот на полных курсах? Я тоже очень переживала. Я ко всем подходила и говорю, как ты рефишь грот? Как ты рефишь грот? Да, там мало того, что тянуть, там же ты его хочешь зарифить, когда тебе уже нехорошо. Когда ты начинаешь передвигаться в сторону мачты, ты понимаешь, что твоя лодка начинает передвигаться в сторону на ветра. Но нужно как бы собрать себя, в этот момент скинуть фалку, просто подойти и по любым усилиям его стянуть вниз. Оказалось, что это не так уж трудно. Вы можете пожелать, что ты у меня не делаешь. После этого, наверное, два года, чтобы было самое интересное. Да, на самом деле, ваша обратная связь для меня, для Юли, для нашего тандема будет очень важной. Может быть, какие-то советы, что изменить в будущем. Я уже ничего не могу делать, и никто не придет. Поэтому я сначала продумала, повторяла, думала, нет ли где-то в моей последовательности действий и ошибки. Потом делала. Теряла на этом время, но приобретала опыт. Второй год я уже могла не думать. Я просто могла идти и сделать, потому что уже хорошо знала и свою лодку, и хорошо представляла, что произойдет дальше. Вот. То есть огромный опыт, конечно же, беру с собой. Научилась управлять. Научилась управлять. Я не могу сказать, что полностью научилась. Делала большой шаг к тому, чтобы научиться управлять. И хотелось бы продолжить дальше учиться. Какое название? Ну, что вы лодка? Не помогите, как вы лодка. Название. Название Кашаса у моей лодки. Я считаю, что название лодки дается ей при рождении и должно сохраняться. На самом деле, в классе мини название, оригинальное название лодки очень редко фигурирует. Оно фигурирует только в документах. Дальше все называются названием проекта. И когда вы видите лодку в еллоу-брике, на трекинге, мы можем вписать туда все, что угодно. У нас спрашивают, как ты хочешь, чтобы ты назывался в этой гонке? Ты можешь написать все, что угодно. Но относительно оригинального названия я лично считаю, что лодка должна иметь свое имя. И даже если оно тебе не очень нравится, ну извините. То есть французский осваивает? Да, французский пришлось осваивать. Без французского очень тяжело. Я достигла того уровня, что достаточно сносно понимаю. Не все, но частично. И могу говорить в случае, если мой собеседник вообще не говорит по-английски, тогда я могу объясниться. Но поскольку мне приходится очень долго собираться с мыслями и подбирать слова, что я хочу сказать, я теряю очень много времени. А время в классе мини очень и очень важно. Потому что в классе мини, как только ты начал что-то делать, ты уже понимаешь, что ты опоздал, что надо было начинать еще раньше. И класс мини – это про то, как ты пытаешься со своими ресурсами, которые ты успел собрать, достичь как можно лучшего результата. Все время куда-то бежишь, все время пытаешься что-то организовать, что-то починить. При этом участвуешь какой-то самодеятельности. Как лучше выступить перед спонсором. И так живут все шкипера. И в итоге это не только гонка на результат, не только гонка спортсменов, но и гонка проектов, можно сказать. А проект – это глобально, это менеджмент. И, наверное, это тоже то, что мне очень нравится, что я заберу с собой. Не только управление яхтой, но и такой вот опыт спортивного личного менеджмента. Это очень-очень здорово, очень круто. И одиночники из более старших классов, из класса 40, саймок, профессиональные спортсмены. Многие переезжают во Францию, даже если они не родились там, чтобы тренироваться и чтобы строить свои проекты. Как проходила подготовка и провелся к тренировочным процесс последние полгода перед гонкой? Последние полгода перед гонкой я решила, что я хочу отгоняться все гонки сезона. И для меня целью было не только участие в мини-трансакции, у нас есть еще такая тема, как общий рейтинг. Общий рейтинг в серийном флоте за год спортсменов, общий рейтинг в прототипах. И моя задача, я понимала, что со старой лодкой я не смогу достичь очень хорошего результата в самой гонке. Но мне хотелось бы подняться вот в этом рейтинге, то есть для меня это была какая-то оценка моих вложений. Мне удалось в 260 подняться на 10 место на старой лодке среди всех новых. И я считаю, что это была моя победа и это была моя цель. То есть мои гонки последние полгода я работала на результат, больше рисковала. То есть я уже не училась, я уже пыталась найти лимиты своей лодки, свои собственные лимиты. Так и готовилась. Ну и постепенно я приводила и лодку в порядок, очень много уже менили. Я вышла на старт практически с новым комплектом фрусов. То есть техническая подготовка тоже была очень важной, чтобы прийти в лучшей форме. Да, я всех перечислила, кто помогал. Но конкретно у нас был большой объем работ в январе. Мы перекрашивали лодку, доводили до идеала подводную часть. Ездила Юля, ездил Леша, ездил Миша Моторуев, Микаэль. У нас была целая экспедиция, целая команда поехала в январе. По-моему, на 10 дней мы ездили. И мы все вместе на морозе сделали все технические моменты, которые мы могли сделать на тот момент. Потом подключился Ульман Цейлс с парусами. И я вышла с хорошим комплектом парусов. У меня были не только Ульман Цейлс паруса, у меня еще и Норс Цейлс были. Но именно Ульман выступал спонсором. А у вас есть тоже, да? У меня есть MP3-плеер. Как вы не делаете такую дорогу? На самом деле, с плейлистом были трудности. У меня просто не хватало времени сформировать свой плейлист. Просто не хватало времени. Поэтому я просто накачала что-то, мне Микаэль дал. Что-то я взяла от друзей. Просто какой-то музыки туда накидала. А потом разбиралась. Половина мне вообще не понравилась. Но музыка очень сильно спасала, когда произошла авария. Тогда я крутила музыку вообще, не переставая. Потому что она хоть как-то позволяла отвлечься от дурадких мыслей. Это было непросто. И музыка помогала. На самом деле, это все такой вопрос, чего мы хотим достичь. Мы хотим потренироваться в выживании и показать свою упертость. Я считаю, что я сделала то, что я должна была сделать, чтобы взять этот опыт. Я встретила ситуацию. Я с ней разобралась. Я соорудила аварийное вооружение. Я поняла, что я могу с ним двигаться. Я оценила, как я могу с ним двигаться. Примерно, что еще я могу сделать. Я оценила риски, с которыми я сталкиваюсь. Дальше мое решение. Я могла рискнуть и начинать выживать с неизвестным результатом. Дальше, кроме себя, кроме своих родителей, я бы еще сильно подставила организаторов. Потому что все понимают, что яхту 6,5 метров полностью оснастить по категории 1 невозможно. У нас есть некоторые отступления, на которые закрываются глаза и нас допускают. Например, отсутствие туалета. Ну, это мелочь, но все равно. И понятно, что яхта маленькая, ситуация экстремальная. И класс мини реально опасается, что если мы будем очень часто... Почему они такие требования к квалификациям ставят? И к подготовленности спортсменов. Что если мы будем очень часто пользоваться службой спасения, если будем сжать на этот ЭПИРП постоянно, то рано или поздно это все лавочку прикроют. Поэтому, конечно же, нам на каждом брифинге говорят, ребята, если вы сломали матч, то это еще не повод сходить в гонки. Если с вами что-то случилось, оцените реальную ситуацию. И реальные риски. Не надо сразу сжать на ЭПИРП. Оцените, постарайтесь справиться. И вот в гонке мини-трансакции нами идут лодки сопровождения. Но в первую очередь, конечно же, обратись к лодке сопровождения. И если бы я довела ситуацию до того момента, как все лодки сопровождения уже ушли, я попытаюсь добраться. Все уже с этой Мартиники уехали во Францию. Уже там все, никого нет. И вот я одна героически пытаюсь туда доплывать. Я понимаю, что я не доплыву. У меня там все, кончилась еда, все уже. Ну, как бы невозможно. И дальше я начинаю сжать на этот ЭПИРП, вызывать какие-то суда. В итоге я все равно теряю лодку. И классы мини-плохо, и маме моей плохо. Вот считаю крайне несправедливым то, что разрешает конструкторам менять обводы. Посмотрите, олимпийские классы. Разве можно там менять обводы? Там же каждый сантиметр. А тут получается не гонки яхтсменов, а гонки конструкторов. Мне кажется, что класс мини показывает обратную историю. Это, наверное, единственный класс бокс-рус, который развивается такими темпами. У нас сейчас очередь. У нас реально на весенние гонки, чтобы на них попасть, ты должен заранее. У нас сейчас такая система. Ты заранее вписываешь себе преференции, расставляешь рейтинг. Потому что желающих на 20% больше, чем мест на гонке, на каждой гонке. То есть реально практика показывает, что именно эта схема в классе мини работает. Волшебным образом они смогли достичь того, что даже несмотря на то, что какие-то проекты будут проигрышными, люди участвуют. Я считаю, что если затормозить развитие класса мини, то мы затормозим развитие всего яхтинга. Потому что именно класс мини является той площадкой, на которой пробуют разные новые штуки, которые потом идут или не идут в более дорогие старшие классы. И поскольку оно всё работает, я считаю, что ничего трогать не надо. И давайте будем продолжать менять корпуса, давайте будем продолжать двигаться вперёд. На самом деле, именно, наверное, класс мини так сильно продвинул вообще, в общем, яхтинга. Именно одиночники продвинули конструктивно яхтинг вперёд. Потому что всё, что происходило там с Гандикапом и, в первую очередь, с Йором, это просто был тормоз в развитии парусного спорта и именно конструкторской мысли, к сожалению. Поэтому мне, владельцу яхты, старого проекта, всё нравится. Вы же никогда не выиграете. Если вы гонщицы, какой же это интерес? Ну, это же не единственный проект в моей жизни. Я взяла старт. Я взяла старт так, как смогла, с теми ресурсами, с которыми смогла на тот момент. Дальше я буду стараться двигаться дальше. Если вы посмотрите, многие гонщики пошли не один мини-трансак, прежде чем выиграть. Да, на самом деле, у нас есть ребята, которые вот только с третьей попытки смогли пройти. И таких не один, которые в предыдущие годы были вынуждены сходить по разным причинам. По медицинским причинам, по причинам проблем, в первую очередь, с электрикой, с электроникой, поломки. Это всё. А в этот раз много с у вас? Девять человек. Девять человек, да. Две лодки потеряны в море. У меня не вопрос. Я просто хотел сказать большое спасибо за то, что вы с помощью ваших заметок, блогов, ваших публикаций, вы для нас, русскоязычных читателей, просто населили какую-то префранцузскую Атлантику лодками, гонками, всё это в мелочах, очень подробно, очень интересно, с большим довольствием. И я, и многие мои коллеги читали, радовались за вас, за Федора и за этот маленький чудесный класс. Спасибо большое. С моей стороны, большое спасибо всем, кто на самом деле всё. То есть и у нас прям, ну, практически ни одного вообще плохого комментария за два года не было. То есть там были какие-то вопросы, что-то ещё. Я очень благодарна, потому что для меня это был такой первый опыт, и я побаивалась, не знала, как люди будут реагировать на такое геройство, но все очень нас поддерживали. Не знаю, кто здесь, все, не знаю. Увидят видео, всем большое спасибо. Правда, ребята, столько комментариев, у нас огромные охваты были просто. Спасибо. Для нас это важно, потому что, ну, спонсоры, вы же понимаете, да, как мы нашли этих всех спонсоров, в том числе и при помощи социальных сетей. То есть это нам тоже помогает очень сильно. А, кстати говоря, когда вы... Очень красивые проекты. Спасибо большое. Мы очень-очень-очень старались. Вы когда объявили сбор средств, насколько я помню, вы не нашли нужную сумму, там было процент 80, что ли? Да, с остальным как решали? Ну, как решали? Дополнили из своего кармана, но сама платформа краудфайдинга, которую мы выбрали, она позволяла нам забрать деньги не полностью, там просто как бы процент, который мы им платили. То есть мы не должны были добрать 100%, чтобы забрать деньги. А краудфайдинговые платформы строятся по двум типам. Одни, ты заявил сумму, должен набрать 100% и больше, и только тогда тебе их отдают. Если не набрал, возвращают обратно, рассылают обратно. И второй тип, как в нашем случае, от 50%. Но при этом тот процент, который мы платим в платформе, он выше, чем если бы мы набрали 100%. Вот, поэтому как бы все деньги за вычетом, процентов за вычетом налогов, которые тоже надо платить, мы получили, использовали в проекте остальное. На самом деле, вот подтянулись еще спонсоры люди, и были еще меценаты, которые просто не афишировав помогали. Все получилось. Я отправляла все это перед гонкой, и мне было очень сложно отследить потом, что дошло, что не дошло. Я подписывала лично, с личным пожеланием могу сказать вам. Я очень надеюсь, что до всех дошли наши сувениры памятные. И с мартинике откроются даже. Спасибо большое. Очень приятно знать. Ну что, если все высказались, кто хотел, то тогда с удовольствием приглашаю вас выпить чаю, выпить вина, скушать вкусную конфетку и пообщаться немножко друг с другом, пообщаться с нами. И огромное спасибо, что вы все сегодня здесь. Очень приятно вас видеть. Спасибо. 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 Спасибо.